В Екатеринбурге на улице Щербакова около 12 дома и 12 часов утра белый автобус ПАЗ счастливого 139 номера сообщением Екатеринбург-Сидельникова ударил в правую бочину черную Тойоту Авенсис, выплюнул ее на газон, где от епошки окренел знак свыше. И этот знак смотрелся на фоне выломанного об бордюра поребрик заднего левого колеса так, будто бы в Тойоту кто-то бросил копье и попал в ногу. Декорация такая. ПАЗик 139 маршрута катился по Щербакова по крайнему правому ряду по выделенке со стороны Химаша в направлении южного автовокзала, но читай в направлении конечной. Параллельным курсом по односторонке по среднему ряду ехала черная Тойота Авенсис 2007 года рождения, пилотируемая 26-летним рулевым, со стажем вождения 8 лет. Ну то есть водила опытный, за рулем с самого совершеннолетия, и он наверняка знал, что для того, чтобы повернуть направо, во двор, он должен был из среднего ряда перестроиться в правый, на выделенку, благо там неподалеку от поворота есть разрывчик в сплошной линии. Но опытный Тойота вот, то ли этот разрыв пропустил, то ли команда «направо» поступила в голову слишком неожиданно. Короче, Авенсис пошел в правый поворот из среднего ряда, да еще и через сплошную, что вообще косяк-косяк. И пазик, катившийся по правой выделенке, боднул повернувшую япошку в правый бок в районе кормового отсека. Она закрутилась, вылетела задом на газон и погнула дорожный знак. В 11 часов 40 минут в районе дома номер 12 по улице Щербакова произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Тойота» при перестроении в правый ряд создал помеху в движении рейсовому автобусу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, с травмой и различной степени тяжести пострадало 6 детей, доставленных в больницу. Прикиньте, в обычном рейсовом автобусе пострадали 6 детей. Только 6 детей. Это был не заказной борт, который, допустим, вез детей в летний лагерь. Нет! Это был пас 139 маршрута Екатеринбург-Сидельниково. И в нем селективно пострадали только дети, которые ехали в Стольный Бург с родителями. При ближайшем рассмотрении в детской больнице оказалось, что госпитализация нужна только одной 11-летней девочке. Остальных пострадавших детишек отпустили по домам продолжать каникулярничать. И остался в этой истории только один вопрос. Почему опытный пилот Тойоты так по-раздолбайски отнесся к повороту направо? Сам он сообщил гаишникам, что поторопился повернуть. Что характерно, по его версии. Он даже посмотрел в правое боковое светло-зеркальце и якобы не заметил на выделенке такой крупный предмет, как белый пазик номер 139. За такую незамечательность гаишники ему нарисовали три административки. За косячный поворот, за отсутствие ОСАГО и за повреждение знака свыше. Уважаемые водители, при движении по дорогам в населенном пункте соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим. Не подвергайте опасности себя, своих пассажиров, а также других участников дорожного движения. Продолжение следует...